Привет, Ютуб! Давненько меня не было, а этот ролик будет проходным, так как я не успел доделать видео, которое долго готовил. А сейчас мы поговорим об истории доната в компьютерных играх. Первыми использовать микротранзакции в своих играх начали корейцы. Да не эти корейцы. Они и были теми, кто изобрел модель фри-ту-плей, которую использовали в своих ММО-гринделках. И вплоть до конца 2000-х фри-ту-плей игры как вид преимущественно существовали только в пределах азиатского рынка. Как мы все знаем, на постсоветском пространстве люди только сейчас начинают привыкать платить за игры. А уж в конце 2000-х о покупке игры всерьез никто и не задумывался. И тут на помощь нашим игроделам пришла такая удобная корейская фри-ту-плей модель. И в 2009 году на российский рынок выходит легендарная ММО-игра Alloda Online, которая отчаянно пыталась косить под всемирно известный хит World of Warcraft. Игра вошла в историю как квинтэссенция доната, ведь для того, чтобы получить лучший на тот момент комплект плюшек, пользователю пришлось бы занести в игру около 1,5 миллиона рублей. Спустя примерно месяц студию, разрабатывавшую игру, выкупила Mail.ru. Да, именно из-за лодов Mail.ru и стал ассоциироваться с донатом. Спустя год, используя ту же модель распространения, белорусы из Wargaming выпустили игру World of Tanks, которая стала хитом не только в СНГ, но и покорила Европу. Пожалуй, именно благодаря Wargaming и Riot Games, о которых я скажу чуть позже, западный игровой рынок увидел, что люди охотно готовы платить за бесплатные игры. 2009 год, помимо лодов, подарил нам еще и популярную и по сей день игру League of Legends от вышеупомянутой студии Riot Games. Думаю, уже каждый в два ката 2018 знаком с концепцией игр а-ля моба. И в отличие от своих постсоветских коллег, Riot не стали вмешиваться в баланс игры и тупо вырезали основную часть персонажей и стали продавать их. Но при чем тут Valve, спросите вы меня? А при том, что успех Лол не давал спокойно спать Гейбу. И в 2012 выходит Dota 2. Моба-игра от Valve. И в отличие от Лола, весь контент игры доступен для пользователя с самого начала. Оплатить игроков никто ни за что не заставлял. Но как опция во внутриигровом магазине были доступны различные скины, кастомизирующие внешний вид персонажей. И то ли из-за популярности моба-жанра, то ли из-за ненавязчивой донат-модели, деньги для Valve полились рекой. Позже они опробовали эту систему еще в одной своей игре, которую вы и так все знаете. Сами скины продавались в так называемых сундуках-контейнерах. По несколько скинов, в каждом от обычного до самого редкого, с соответствующим шансом выпадения. Чувствуете? Чувствуете, чем пахнет? Лутбоксы. В начале десятых годов крупные издатели уже пытались монетизировать свои крупные ААА-проекты. Но ничего лучше, чем пилить игры на части и продавать их по кускам, называя куски дополнениями, они не придумали. И на помощь к ним пришли Blizzard с их коллекционной карточной игрой Hearthstone, тоже распространявшейся по принципу фри-ту-плей. Но вся суть была в том, что карточная игра подразумевает коллекцию карт. А чтобы заполучить всю коллекцию, нужно было неистово гриндить на протяжении пары лет. Или занести денег во внутрь игровой магазин. И купить уже известные нам контейнеры, которые тут называются бустерами. И с определенной долей вероятности получить нужную карту. Первой не выдержала компания Electronic Arts. И в прошлом, в 2017 году, стал добавлять лутбоксы в свои пей-ту-пей игры. Но игрокам не понравилось данное положение вещей. И их игру Star Wars Battlefront 2 просто не стали покупать. Что обвалило акции Electronic Arts на 3 миллиарда долларов. И компания в срочном порядке приостановила продажу лутбокса в своей игре. Это была оооочень краткая история доната в играх. А с вами был Чехов. В скором времени я планирую выпустить видео, над которым уже достаточно долго работаю. А если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok